Харрис прибыла в Чикаго, чтобы выступить на съезде Демократической партии, СМИ. Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Чикаго в преддверии своего звездного выступления на Национальном съезде Демократической партии. Об этом сообщает Новости Украина со ссылкой на The Times of Israel. Предстоящее выступление Харрис, возможно, самый важный момент в ее короткой предвыборной кампании против кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В частности, вице-президент дала Демократической партии новую жизнь после удивительного месяца, в течение которого она сменила президента Джо Байдена на вершине списки и потеснила своего соперника Трампа в опросах. Также издание отмечает, что по пути в Чикаго Харрис остановилась в решающем колеблющемся штате Пенсильвания, где Трамп победил в 2016 году, а Байден — в 2020. После отправилась в однодневную автобусную экскурсию, чтобы не отстать от графика. В сопровождении своего напарника Тима Уолтса они отправились из Питцбурга на автобусе, украшенном их именами, в ряд городов так называемого «ржавого пояса». Поездка имела цель — привлечь избирателей из числа «синих воротничков». В то же время Харрис настаивает на том, что Трамп по-прежнему является фаворитом, и она будет вести активную кампанию, поскольку до выборов президента от США, которые пройдут 5 ноября, осталось всего 79 дней. «Я считаю нас аутсайдерами, нам предстоит проделать огромную работу, чтобы заслужить голоса американского народа». «Вот почему мы сегодня в этом автобусном туре», — сказала Харрис журналистам в Пенсильвании. Напомним, что Камала Харрис, скорее всего, проведет два раунда дебатов своим оппонентам на пост президента США Дональдом Трампом. Первый ожидается уже 10 сентября на канале ABC News. Ранее новости Украина сообщала, что ссора между Трампом и губернатором Джорджии может повлиять на результаты выборов в ключевом штате.